Когда появилась российская армия и кто вступал в ряды военнослужащих несколько веков назад? Ответы на эти и другие вопросы знает профессор исторических наук и автор нескольких книг Александр Черемин. На лекции в Центральной городской библиотеке он рассказал о том, что идея сделать 23 февраля праздничным днем появилась в 1920 году. Тогда он еще носил название Дня Красной Армии, а через два года его переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года Советы одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Кайзеровской Германии. Но Александр Черемин опровергает этот факт. Сама дата 23 февраля, она не имеет никакой исторической базы, это искусственно придуманные даты, никаких боевых действий наша Красная Гвардия в этот день не проводила, а было тотальное отступление. В 1919 году Красная Гвардия практически уже стала рабочей крестьянской Красной Армией. Ну и конечно новому правительству, Совнаркома выглавили Лениным и председателем Реввоенсовета Троцкому, нужен был какой-то праздник. И поэтому это, скажем так, решением Ленина и Троцкого был придуман этот как раз день 23 февраля. Также Черемин рассказал химчанам о пути развития вооруженных сил. Появились они еще во времена Московского царства, а развивались уже в Российской империи и Советском Союзе. Акцент лектор сделал на участие России во Второй мировой войне. Среди зрителей уже сложилась постоянная кампания заинтересованных людей, которые не пропускают ни одного мероприятия. Татьяна Андреевна – пенсионерка, пришла в библиотеку за книгами, а стала постоянной посетительницей исторических лекций. Он очень интересно рассказывает, много фактов, таких, которые мы не видели и не слышали, и нигде в другом месте не можем их увидеть, услышать. Поэтому с удовольствием ходим сюда, именно на него. В этом году в России и мире отмечают 75-летний юбилей со дня победы над фашистской Германией. Лекции, выставки, концерты, посвященные Великой Отечественной войне, помогают еще раз вспомнить о тех событиях и подвиге русского народа.